Жители села Хитрова не узнают свой ДК. От него и бывшие библиотеки остались старыми разве что стены. Да и с ними пришлось поработать капитально. Это было одним из условий участия в национальном проекте «Культура». В рамках муниципальной программы мы в этом году начали проводить капитальный ремонт здания клуба. Отремонтировали кровлю, капитально отремонтировали систему отопления, электричество. И буквально в первом квартале следующего года будет полностью отремонтирован Дом культуры. А еще в следующем году исполнится полвека, как в стенах Хитровского Дома культуры живет библиотека. Так что эти изменения тут были просто необходимы. И несмотря на скромную площадь, 53 квадрата, соблюли все принципы модельного формата. У нас возникла такая ситуация. У нас раньше были как бы изолированы два помещения. Между ними была перегородка. И решение дизайнера нас очень удивило сначала. Но потом мы привыкли к этому пространству и преобразовали его в то, что получилось. То есть мы соединили две комнаты более удобным проходом, снесли часть стены, которую можно было снести. И у нас получилась библиотека, где выделена зона абонемента, зона мультимедийная каворкинга. Библиотека в селе Хитрово насчитывает 350 постоянных читателей. Однако в самом населенном пункте проживает людей в два раза больше. С новыми возможностями здесь надеются привить любовь к книгам абсолютно всем. Как тут не потянуться к чтению и знаниям, когда прямо у входа в библиотеку тебя встречает такой очаровательный интерактивный помощник. Это робот Маша. И она умеет говорить, читать аудиокниги и проводить экскурсии. Сейчас попробуем завести с ней беседу. Маша, расскажи, кем ты работаешь? Я библиотека. Какая хорошая у тебя профессия. А еще здесь есть шустрый компьютер, интерактивная доска и даже оборудование для ИЗО-студии «Маленький художник». Но интерактивные гаджеты – лишь способ привлечь в библиотеку. А главное, к чему должен быть прикованный взор читателя – книги. Выбрать теперь есть из чего – отраслевая, художественная литература, энциклопедии, справочники. В рамках все того же нацпроекта книжный фонд стал больше прежнего – почти на 3 тысячи изданий. Национальный проект «Культура», как и многие другие, действует на территории Российской Федерации уже длительное время. Библиотеки у нас открываются уже третий год. На эту библиотеку было выделено средство в сумме 5 миллионов рублей, которые успешно освоены. Как вы видите, открыть замечательную библиотеку, имеются интерактивные возможности. Эта модельная библиотека для Тамбовщины далеко не последняя. Под Новый год попробовать на вкус плоды нацпроекта «Культура» смогут и жители Кирсановского района. Марина Корякина, Олег Осипов, Александр Щеднов. Область новостей. Субтитры создавал DimaTorzok